Галерея Алтын-Хассер в Караганде удивляет картинами алматинской художницы Миранды Омар. Полотна, написанные акрилом, передают переживания автора и наталкивают зрителей на размышления. Мазки, линии, пятна были нанесены на холл с быстрыми движениями руки без заранее обдуманного плана, объясняет художница. Выставка называется «Якамус». Турецкого языка это переводится как «Лунная дорожка на море». Почему была выбрана именно эта фраза? По книге рекордов Вильнаса считается, что это самое красивое слово в мире. То есть само понимание, и его невозможно одним словом перевести на какой-либо язык. И в целом я бы хотела порассуждать в этой своей выставке о том, что есть очень много чего отражает друг от друга, то есть луна в воде. И очень часто у нас есть какие-то эмоции, которые могут отражаться в других людях. В этот раз я попробовала свои эмоции отразить и выразить через свои картины. Миранда Омар не только художник, но и арт-терапевт. За плечами выставки в жарком Шимкенте, в частных галериях Алматы, участие во многих сборных экспозициях, в том числе в Вене. И искусство — это не только выражение эмоций, но и помощь людям. Именно поэтому в день открытия здесь любой желающий мог стать соавтором Миранда Омар. Обычно в нашей галерее не менее 40 работ выставляется. В данном случае всего 10 работ. И все остальное пустое пространство — это как бы многоточие для каждого человека. То есть автор приглашает каждого человека стать соавтором. Арт-терапия, считает Миранда Омар, раскрывая человека с другой стороны, позволяя работать не только с холстом, но и соединяя разные техники. Ташизм в живописи — это пятна на холсте, которые не воссоздают образов реальности, а выражают бессознательную активность художника. Родственно ташизму по творческому методу направления абстрактного экспрессионизма. У человека появилась возможность проявить себя и появилось желание показать зрителю свое собственное внутреннее состояние. И через те эмоции и чувства, через которые конкретно она проживала в какой-то, в тот или иной момент. В «Шахтерской столице» — это первая выставка автора. Работы Миранда Омар несут больше эмоциональный заряд, говорят искусствоведы. Хотя для многих сюда пришедших — это возможность развить в себе задатки художника. В Италии продолжается музыкальный фестиваль в термах Каракалы. В рамках фестиваля прошел показ оперы Джозеппе Верди «Ригалетто». Спектакль представила римская опера. Фестиваль открылся 30 мая и завершится 10 августа. Он по традиции проходит в живописных руинах бань римских правителей. Сейчас здесь находится театральная площадка с залом на 20 тысяч мест и 22-метровой сценой. Основу программы фестиваля Каракала составляют спектакли оперного театра Рима, проводящего здесь свой летний сезон. Столичная креативная лаборатория «Концепт-арт» проходит познавательные лекции для всех желающих подтянуть знания в области искусства и истории. Востоковед, специалист по арабской культуре Бакжан Жакау провела лекцию на тему Петра «Роза пустыни». Этот древний город в Иордании привлекает путешественников из разных уголков мира. Когда-то Петра была процветающим населенным пунктом с десятками тысяч жителей, столицей Набатейского царства. Она была расположена на перекрестке торговых путей, по которым купцы возили благовония, специи и шелк из Индии в Африку и обратно. Я разберу именно историю Набатеев, то есть как они пришли к своему господству, к своему рассвету, а затем уже к закату, к запытью Петры на очень долгое время и затем его новому открытию в XIX веке. А затем еще немного поговорим о том, как были построены многие, можно сказать, шедевры Петры. И также немного поговорим о том, как Набатейцы, можно сказать, добывали воду. Помимо истории Петры, востоковед посвящает свои лекции особенностям арабской архитектуры и каллиграфии. А сейчас мы расскажем вам о некоторых событиях ближайших дней. 10-11 августа труппа театра «Интериус» да спектакль «Огонь детка». До 20 августа не пропустите выставку «Стальная живопись» в музее имени Костеева. До 10 августа в пространстве «Ягнартспейс» продолжается персональная экспозиция Жанар Берекетовой в городе Эл.